Всем привет! В этом видео хочу рассказать про два недорогих аксессуара, которые покупал, получается, уже в прошлом году. После праздников, наконец-то, они ко мне приехали. Это электрическая звуковая щетка от Xiaomi, которую выпускает фирма Miya. Также внешний аккумулятор Blitz-Off. Это новая модель с разъемом USB Type-C. Давайте поговорим про два данных аксессуара, но перед этим я немножко хочу рассказать про портретный режим. Мало ли, кто не знает, его уже портировали на другие Android-устройства. В частности, он прекрасно работает на первых пикселях. Я ссылочку на Google-камеру оставлю в описании к этому видео. Там будет много различных версий. Вы можете попробовать подобрать для своего девайса. Вероятность, что заработает портретный режим, будет выше, если у вас будет стоять Android 8.0. Давайте я вам продемонстрирую, как работает портретный режим на смартфоне HTC U11+. Также будет в описании к этому видео ссылочка на Google-приложение, которое подходит непосредственно к данному смартфону. Скорее всего, она будет работать и на U11. Тем более, насколько я знаю, R-стэшные аппараты недавно обновились и получили Android 8.0. В данном случае работает HDR и на основную камеру, и на фронтальную камеру. Также работает портретный режим на основную и на фронтальную камеру. Давайте я вам покажу, собственно, как выглядят настройки. Что нужно поменять. Во-первых, зайдите в расширенные настройки, включите значок HDR+. Далее мы заходим в верхний пункт настроек. Здесь мы выбираем модель Pixel 2 XL. В случае Pixel 2 и HTC U11 и U11+. Это одинаковый модуль основной камеры. Конфиг мы выбираем Pixel 2017, нижний. Ну, либо можно оставить в авторежиме. Здесь кому как нравится. HDR+, можно выбрать максимум, потому что, собственно, железо позволяет быстро обрабатывать. И здесь такая вот особенность. Обязательно заходим в данный пункт и в случае фронтальной камеры выбираем значение 64, чтобы снимок не был с таким вот фиолетовым оттенком. Но это касается именно данного смартфона. Также зайдите в настройки для разработчиков. Тут можете посмотреть, где у меня стоят галочки. По крайней мере, в случае HTC U11, U11+, сделайте так же. Итак, портретный режим, повторюсь, работает, ничего не вылетает, прекрасно переключается. Как видите, картинка немножко зуммируется, когда мы его выбираем. Что касается фронтальной камеры, так же прекрасно работает портретный режим. Но здесь есть некоторые ограничения, которые связаны с тем, что он будет включаться только в том случае, если в кадре будут, собственно, лица людей. Как мы видим, на фотографиях будет стоять значок 2. То есть делается два кадра, один без размыливания заднего фона, другой, соответственно, мылит задний фон. Как это дело работает? Оно работает абсолютно так же, как и на Pixel 2, Pixel 2 XL. Работает и при плохом освещении. В общем, пробуйте, ссылочки на Google камеру будут в описании к этому видео. А мы давайте переходим к аксуарам. Начнем, наверное, с внешнего аккумулятора от Blitz Off. Я пользуюсь другой версией, их же аккумулятора, который поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0. Второй разъем выдает ток 2.4 А. Ну и про данный аккумулятор я как-то вам рассказывал. Пользуюсь уже много месяцев. Полностью им доволен, за исключением того, что он сам медленно заряжается. Здесь разъем microUSB и соответствующий ток зарядки. Новая версия внешнего аккумулятора идет под таким вот индексом. Давайте посмотрим, как он выглядит. В отличие от прошлой, здесь немножко другой цвет. Такой вот черный. Документация и кабель. Кабель интересный. Во-первых, с одной стороны USB Type-C, с другой стороны также USB Type-C. И есть такой вот адаптер на полноразмерный USB. На обратной стороне расписаны все характеристики. Вес аккумулятора 225 грамм. Габариты его. Самое главное, значит он поддерживает Qualcomm Quick Charge 2.0. 3.0. Токи вы можете видеть здесь. Второй разъем USB Type-C работает в двух режимах. Либо непосредственно зарядка самого аккумулятора. Тогда у нас напряжение и токи следующие 9 Вольт 2 А и 5 Вольт 3 А. В случае зарядки и разъема USB Type-C, здесь напряжение будет 5 Вольт и 3 А. Вот так выглядит сам аккумулятор. Корпус у нас алюминиевый. Здесь основные характеристики. Емкость на 10 000 мАч. Здесь используются три аккумулятора LG, литий-ионные. По крайней мере так написано в характеристиках. Каждый аккумулятор на 3350 мАч. Поток я вам рассказал по разъемам. USB полноразмерный с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Также USB Type-C для быстрой зарядки непосредственно самого аккумулятора. И соответственно можем, если подключить два кабеля, заряжать одновременно два девайса. Проверял, зарядка у нас работает. Ну и индикатор уровня заряда. По ценам на данный момент данный внешний аккумулятор стоит 1294 рубля. Покупался в Banggood. Но это учитывайте без кэшбэка. С кэшбэком еще будет дешевле. То есть на мой взгляд цена очень адекватная. Для проверки данного аккумулятора я использовал HTC U11+. Там у нас емкость аккумулятора 3930 мАч. Использовал для зарядки разъем с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0. В итоге от 0 до 100% HTC U11 Plus зарядился ровно за 2 часа. В принципе за столько времени он заряжается от стандартного зарядного устройства. И мне удалось его зарядить еще второй раз до 74%. То есть в итоге данный аккумулятор может зарядить устройство емкостью 6838 мАч. Если говорить про iPhone X, то он заряжался напряжением 5 Вольт и током в среднем где-то 1,75 А. Время зарядки до 100% в 2 часа 10 минут. Ну и сам данный аккумулятор заряжается за 3 часа-3 часа 10 минут. Опять же это плюс по сравнению с прошлой моделью. Ну и соответственно стоит он, повторюсь, недорого. И в комплекте идет довольно-таки полезный кабель Type-C на Type-C. И плюс еще такой вот адаптер на полноразмерный USB разъем. В общем рекомендую. Ссылочка где я покупал будет в описании к этому видео. Давайте теперь перейдем к электрической звуковой щетке от Xiaomi. Буквально пару слов расскажу про нее. Его заказывал я в GearBest. На момент записи этого видео она стоит там 35 долларов. Это новая модель. До этого у меня была вот такая вот щетка. Также упускалась под брендом Xiaomi. Она стоила дороже, но она сломалась. Как я понял, здесь есть дефект. Который заключается в том, что со временем вовнутрь попадает влага. И соответственно она может выйти из строя. Я ей пользовался в районе года, причем пользовались женой. То есть получается утром-вечером. В итоге мы ее использовали 4 раза в день. Для тех кто пользуется ей и она до сих пор работает. Будьте аккуратнее. Старайтесь, чтобы не попадала на нее вода. В комплекте с щеткой идет такой вот док. Разъем USB. И соответственно сюда мы просто вставляем нашу щетку. И происходит зарядка. Зарядка идет долго, но где-то 12 часов. Но в принципе ночью ставьте на зарядку. Утром у нас все будет заряжено. Аккумулятор здесь емкостью 700 мАч. Чуть поменьше, чем на тот же SUQR X3. В общем все обычно. Беленькая такая смотрится прикольно. И в комплекте идет сменная насадка. Одна штука. По размерам они приблизительно совпадают. Если мы говорим про высоту, немножко выше прошлая модель. Также здесь пластик белого цвета. Более такой белый. Но может со временем он потемнеет. Сзади такие вот пупырышки. Чтобы она не скользила в руке. Снизу кольцо серебристого цвета. По-моему в комплекте еще были какие-то... Да, вот они здесь. Кольца разного цвета. Для чего они нужны? Но если в семье несколько человек, можете купить соответственно две данные щетки. Кто-то поставит серого цвета, кто-то зеленого. Но чтобы не путаться. Но мы пользуемся одной щеткой. Просто меняем насадки. И что мне понравилось? Здесь насадки от X3 подходят к данной модели. Соответственно, если вдруг у вас так же вышла из строя Suker X3, то вы можете купить данную щетку. Тем более она стоит заметно дешевле. Повторю, всего лишь 35 долларов. И по сути вам не надо будет докупать к ней различные насадки. Кнопка здесь другая. Такая вот прорезиненная. Здесь явно лучше защита от воды. По крайней мере они заявляют IPX7. То есть можно погружать спокойно ее в воду. Но ничего не будет с ней. И в этом плане, я надеюсь, она прослужит гораздо-гораздо дольше. По режимам здесь все просто. По сути их два. Это стандартный режим. Здесь щетинки делают максимум до 31 тысячи колебательных движений. Есть, назовем его нежный режим. Это для тех, у кого кровоточит десна. Частота будет другая. Ну и соответственно сердечко это избранный режим, который вы можете настроить непосредственно в приложении. Приложение также у нас имеется. Сейчас я вам его покажу. Ну и соответственно индикаторы уровня заряда, который может гореть разным цветом. Значок Mi Home. Давайте я вам покажу, как выглядит приложение. Скачиваем Mi Home через Play Market. Далее рекомендую зайти в профиль и выбрать регион Европа. Ну чтобы не на китайском языке было, а на английском. Если скачаете русифицированное приложение Mi Home, то можете поставить русский язык. И по-моему также плагин будет на русском языке. Включаем Bluetooth. Нажимаем обновить данные. Вот у нас замигал индикатор. Сейчас подключится, загрузит информацию. Тут опять же настраиваем режим сердечко. То есть выбираем сколько времени чистить. Две минуты, либо две с половиной. Здесь можем посмотреть свои очки. То есть как хорошо мы чистим зубы. Посмотреть можем по дням. Вот история есть. По неделям. В общем, в принципе все стандартно. Да, и сверху можем посмотреть уровень заряда батареи. 71%. Если говорить про данные, которые указывают на официальном сайте, то полного заряда должно хватить на 18 дней. Но это с учетом, если будете чистить два раза в день. То есть будет пользоваться один человек. Ну и соответственно ниже указывается, сколько дней осталось до замены насадки. Менять их рекомендуется каждые три месяца. В общем такая щетка стоит, повторюсь, недорого. По сравнению с X3 здесь меньше режимов и меньше частота. Но чистить также хорошо. Мне собственно нравилось, как чистила X3. Для тех, кто беспокоится насчет различных пломб, у меня их достаточно. Могу сказать, что спустя год использования X3 никаких проблем не было. Наоборот, могу сказать, что зубы стали белее, меньше налета. Так что рекомендую данную тему. И будем надеяться, что в данной щетке не будет никаких проблем в плане защиты от воды. Ну и пожалуй все. Ссылочки будут все в описании к этому видео. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok